здравствуйте уважаемые охотники ваши вопросы и мои ответы но сначала хочу вас всех поздравить с наступающим новым годом с годом кролика с годом охотничьего зайца пожелать вам долголетия в это непростое время пожелать чтобы наша болезнь охота а я считаю что охота это болезнь которой многие заболели с детства вы никогда бы не выздоравливали от этой болезни всегда занимались своим любимым делом вот чтобы ваши выстрелы были всегда удачными и чтобы было все хорошо безоблачно и и отлично вот ну и как говорится ни пуха ни пера улыбок хорошего настроения на охотах всегда оставайтесь охотниками ну а дальше мы с вами и в следующем году будем встречаться я буду отвечать на ваши вопросы вы будете мне их задавать и все будет у нас хорошо я надеюсь значит сергей бибиков сергей бибиков писал я там иногда в ленте проглядываю я обещал ему ответить на его вопрос там некие как я их называю в кавычках пряники начинают за меня отвечать это очень хорошо это все спасибо вам огромное да но никогда не надо отвечать за валерия петровича кузенкова вы отвечаете всегда за себя вот это главное никогда не отвечайте за других людей и поэтому я обещал сергею отвечаю сергею здравствуй петрович по возможности смотрю ваши выпуски вопросов много хочется задать но в принципе ответы мне известны но хотел бы узнать ваше мнение что вы думаете о новом законе 231 федеральный закон а конкретно возможность лишения права на оружие в связи с совершением владельцем оружия административного права нарушения ну во первых какого административного права нарушения одно дело я скорость увеличил на 20-30 километров и меня поймали а другой я пьяный извините меня избил соседа или он меня избил мы подрались это другое я всегда говорю что за всеми этими вопросами должны следить органы правопорядка не надо вот делать вот того что сделали с охотничьим оружием сегодня уничтожили полностью экономику оружейную охотничью должно быть книжка охотника там все оружие прописано дальше компьютеризация нашей страны на высоком уровне и все я не хожу ничего не продлеваю никакие справки не получаю все делается один раз и не надо издеваться людьми а если я пьяный гонял соседа с ружьем и поступило заявление в органы полиции все это стало ясно если я пьяный за рулем и меня поймали это одно если я совершил там автокатастрофу это другое если я совершил браконьерство какое-то тотальное да это третье а если я там не отметил карточку задобытого вальшнипа ну вы понимаете за это лишать оружие нельзя поэтому я еще раз говорю какое административное правонарушение вы понимаете они бывают разными и еще как вести себя если я живу и охочусь на границе двух хозяйств собака то и дело гоняет в одном в другое хозяйство по закону я не могу туда заходить с оружием почему можете правилах охота написано если ваша собака ушла в соседнее хозяйство вы разрешаете разрежаете оружие зачехляете его патроны отдельно там ну за спиной в рюкзаке ружьё у вас на плече и пошли искать свою собаку это написано в правилах охоты рф конечно все написано как всегда через одно место инспектора могут трактовать по-своему ну дальше суд дальше обращение к министру козлову который у нас в мпр осуществляет государственную политику или обращение межфракционно межфракционально его даже выговорить не могу думу группу государственной думы по охоте там группа депутатов занимается охотничьими вопросами возглавляет депутат резник владислав матусович ну и пошли разборки но в правилах вот как я понимаю разрядились пошли искать свою собаку это разрешено общественных дорог немного там проходит но собак очень часто пропадает целый день вот и получается собака есть охота нет я вам объяснил все это разрешено законом второе можно взять две путевки в одно охотхозяйство и в другое охотхозяйство и охотиться и там и там поставив в известность значит руководителя охотхозяйства что вы зайца гоняете или там я так понимаю это лига это гончая или же это лайка вы просто никогда не пишите что за собака на какие виды охоты вы охотитесь там а у нас а где у вас на командорах или в ивановской области вы понимаете да поэтому все это разрешено можно собаку искать и взять две путевки охотиться в обоих хозяйствах если вы по границе живете вот если не дают ни туда ни туда ну тогда ищите другое хозяйство переезжайте охотитесь там ну вот не ходите по границе начинайте центр охот хозяйства охотиться вариантов масса так что так сергей я ответил на ваш вопрос дмитрий нопин здравствуй петрович вы учились кирове скажите пожалуйста куда мигрирует лось кировской области с афанасьевского района в холодильнике мигрирует холодильники сегодня но я шучу дмитрий значит я учился я закончил в 1984 году представьте сколько времени прошло и какие лоси куда теперь мигрируют потому что годы поменялись где-то лес выпилили где-то еще чего-то какое-то количество лосей я просто не могу ответить вам лучше ответят сотрудники вне оза у вас кирове есть всероссийский научно-исследовательский институт там люди занимаются этими вопросами раньше лоси мигрировали по кировской области и сейчас мигрируют лоси но это не миграционные длительные процессы это миграционное перемещение скажем так вот например случай отстрела большого количества лосей ярославской области шуму надел да я это озвучил и меня начали в упрех ставить ребята я озвучил это только потому что нельзя этого делать и если бы я не озвучил эти вот до 8 лосей там лишних их просто по машинам бы растащили по тушенкам и все бы про это забыли а это вижу между прочим лоси принадлежат государству это государственный охотничий фонд и надо платить тиски надо платить штрафы председателя там конечно косвенно подставили он не виноват но он видит пальбу надо было срываться на уазике останавливать охоту под пульми а куда деваться если такая бестолковая бригада приехала так вот из ярославской области этих лосей выдавливают потому что их там большое количество идут охоты постоянные они начинают переходить в ивановскую область костромскую область вы понимаете но это мелкие миграционные процессы потому что вот в той же ярославской вот эти вот угодья рыбинского района на угодья тутаевского района мышкинского это уникальные угодья это супер банитет а когда они перешли уже в кострому в иваново там на побыли успокоились хотя там тоже охота идут но не такие потому что лосей меньше вот летом эти коровы назад возвращаются чтобы отелиться в том же рыбинском районе вы понимаете это вот такие вот процессы афанасьевский район я так понимаю северный район если меня память не изменяет лоси уходили более южные районы в халтуринский район сейчас орловский в другие районы но все миграционные потоки начинались когда вставали крупные реки это вятка это чипца это уже после нового года примерно вот ну где-то вот в январе поэтому в него с вам ответит лучше сергей воронин есть вопрос к валерий петровичу будет ли иметь практически положительный эффект закрытие охоты на отдельных малых разбросанных по всему региону территориях на конкретные сроки сезон охоты имею ввиду закрыть например на весенний или осенний сезон только участок реки от точки до полтора-два километра от берега в следующий сезон закрыть другой сейчас нет сергей никакого это не будет иметь эффекта если мы хотим сохранить дикий животный мир это должны быть большие площади по закрытию охоты даже не одна область а несколько областей или вся российская территория например взять закрыть охоту весеннюю на гуся сейчас вы опять начнете все на меня кричать орать вот и посмотреть к чему это приведет или закрыть полностью охоту на водоплавающую там на уток например да но это должны быть большие территории я всегда говорю значит воспроизводственные участки должны быть в каждом охотхозяйстве это не менее 10 процентов лучших охотничьих угодий где зверь должен отстаиваться где зверь должен прятаться от охотников понимаете да телиться и там не должны блатные вместе с председателем общества или с директором хозяйства на что-то охотиться хотя могут быть воспроизводственные участки и индивидуальная там на лося а условно на вальшнику можно охотиться там вы понимаете да это все охотовическая работа но вот эти минимальные точечные закрытия это все полная ерунда это только трохи до сэби я здесь охочусь а никого больше сюда не пускаю никакого никакого значит вот такого маленького закрытия быть не должно это должно быть глобальный процесс общероссийской направленности вы понимаете все это прослеживается охотоведами которых сегодня не осталось и так далее и закрывается уже большие площади андрей милежик вопрос валерия петровичу как то было видео вопрос ответ стрелять ли самку лося а вот у меня закрался вопрос по глухареву стрелять ли кополуху хожу всю осень собачкой в поиск глухаря собачка подымает периодически в основном земли из десяти подъемов два петуха остальные кополухи из десяти подъемов 50 процентов возможность добыть но я не стреляю взял одного петуха теперь задумался на примере с лося кто их будет топтать может я заблуждаю что кополух не стреляю а вот те кто запрещает стрелять кополух те топтать и будут этих кополух вы понимаете значит уважаемые господа все должно быть природе взаимосвязано надо стрелять и самцов и самок касаемся глухаря с лося я уже устал объяснять и больше никому это объяснять не буду пусть стреляют чего хотят а значит еще раз уважаем андрей есть статьи по этому вопросу в журнале охота вот хотя мне многие в укор ставят вот он там просит всех подписываться на журнал охота ребят не подписывайтесь не читайте вы же умные у вас же есть интернет сидит там кучка идиотов друг другу пишут в интернете какие-то там на переписку ведут не читайте не не читайте литературу не выписывайте журнал это нормально будьте древними вы понимаете да и живите и не не заходите не смотрите мои вопросы не отвечаете ну как бы не задавайте их я вам всегда говорю три тысячи заходят а из пяти миллионов остальных это не интересует а дальше живите охотись как вы считаете нужно без обиды пожалуйста так вот значит весенняя охота например она подразумевает добычу самцов полигамных видов идет охота на глухаря на таку кого добывают самцов определенное количество довольно иногда в больших количествах и прочее 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 кополух весной не стреляют да это этика охотничьей т.д. и т.п. это запрещено а осенью кополухи как вы пишите они менее пугливые они ближе подпускают собаку они ближе подпускают охотника и проще их добыть чем петухов и поэтому должны добываться и кополухи и получается баланс то есть добыть определенное количество самцов на таку весной глухарей осенью убираете определенное количество кополух и у вас получается баланс между самцами и самками вы понимаете да не надо просто выбивать все весенние такая не надо выбивать всех кополух вы понимаете и весной и осенью берется определенное количество все что можно съесть все что можно приготовить и всегда надо стрелять и тетерок и уток вы стреляете осенью не только селезней а весной селезня я еще раз вам говорю весенняя охота это стрельба самцов полигамных видов а дальше идет компенсация значит добычи самок и ничего в этом плохого нет это охотовические законы это охотовические позиции а вот теперь вот такой вопрос он довольно большой приходит большие вопросы зачитываю время ограничено но я его зачитаю валентин куйву добрый день мая петрович во первых благодарю вас за ваш труд как человека профессии спасибо стараюсь за передачу охотничьего опыта начинающим опытным и опытным охотником за стойкую активную жизненную позицию в сфере охоты вот приятно общаться с валентином который ну понимает понимаете сейчас начнут да вы там лежите одно место кузенкову да вы там все вылезали знаете по поводу есть анекдотка человек приходит и говорит я в туалет не могу сходить а почему врач посмотрел и говорит да у вас и дырки нет елки-палки так залезали сволочи да вот такого нету есть вот здравомыслие человек пишет да и действительно пытаясь что-то поменять в охотничьем хозяйстве я имею высшее образование техническое работу в этой же сфере несколько лет увлекаюсь охотой в этом году у меня созрела мысль о получении знаний в области охоты охотоведения в виде профессиональной переподготовки и получения квалификации охотовед дистанционно изучил учебное заведение предоставляющие программу профпереподготовки по итогу за 15-20 тысяч рублей аккредитованное учебное заведение РФ предоставит мне мне к самостоятельному изучению учебную программу форме учебных блоков с контрольным текстом и каждому и итоговым контрольным текстом по всему курсу выпускную квалификационную работу писать и защищать не требуется а после успешной сдачи тестов диплом государственного образца срок обучения 3-6 месяцев однако заведение представляющих такие услуги несколько и основная цель таковых капиталистическая полностью поддерживаю дилемма куда пойти за знаниями можете ли вы посоветовать школу охотоведения РФ который дистанционно предоставляет качественные услуги образования я уже на это отвечал все это фуфло уважаемый валентин фуфло вы понимаете да дистанционное обучение невозможно научить человека ставить капкан дистанционно обдирать куницу дистанционно вы понимаете организовать охоту с подхода на лося дистанционно все это фуфлянде значит были две школы охотоведения оставшиеся это иркутская кировская вот как я уже сказал иргазу там дым один идет они уже погибли по большому счету все вот эти вот техникумы где чего-то готовят вопрос не где ты учишься кто те лекции читает сегодня у нас убито заочное образование охотоведческое заочное я бы вам посоветовал поехать в киров там выучиться заочно этого нет там осталось очно заочно город киров вот это еще можно попробовать но это вечерние это там надо жить работать приезжать вот я так понимаю вы уже состоявшийся человек в жизни да вот точно заочно или очно ну в этом году в кировскую школу поступило всего шесть мальчишек и девчонок я еще раз говорю охотоведение убита подготовка убита в кирове осталось я еще раз повторяюсь преподавательский состав 65 там лет 70 лет люди уходят преподавать будет некому охотоведения в россии больше нету зато есть толпа в социальных сетях которые разбираются кого стрелять как стрелять каких коров стрелять каких жуков ловить вы понимаете да котлеты дерьмо лить на всех из-за угла из-за кустов лишь бы плюнуть в сторону того же валерия петровича пузенкова хотя мне это приятно понимаете это горит о том что люди ценят значит я на правильном пути вот поэтому школы две это кировская это иркутская заочного нет вот и в общем как то вот так вот больше других вариантов я не вижу и все дистанционное обучение это полная фуфляндия вы просто получите за бабки корки будете получать удовольствие гладить их рукой но охотоведение вы не узнаете я еще раз говорю человек с ружьем это охотник а биолог охотовед это некий человек который ведет охотно-хозяйственную деятельность является инженером природы еще раз подчеркиваю самолет должен вести пилот а не люди купившие билеты в этот самолет а пилот профессиональный имеющий соответствующий образование и когда меня начинает учить как охотиться как вести охотно-хозяйственную деятельность но это люди которые зайцы не могут от янтовидной собаки отличить это ребят как бы алексей шугуров валер петрович добрый день хотел бы узнать охота на медведя открыта до конца декабря всем известно что медведь уже в берлоге не считая шатунов но это другая история так как же считать охоту правильно если на берлоге нельзя охотиться а по факту разрешено а кто сказал нельзя на берлоге всю жизнь охотились это традиционная российская охота можно охотиться никаких проблем в этом не существует вот просто один министр в то время человек был министром он посчитал что стрельба на берлоге неэтично когда ему задал вопрос как неэтично почему а там вот медвежаточки могут быть я говорю я понимаю но иногда охотники которые находят берлогу они прослушивают и знают кто там лежит и что там за звери спят да бывает были и медвежата но я говорю а вы чего и лосик с телятами не стреляете нет а вы разве стреляете мы только быков стреляем я говорю тогда давайте не будем стрелять свиней с поросятами да не будем стрелять лосик с телятами а давайте перебьем все все мужское как бы население и ну в кавычках охотничьих животных самцов и все будет но дело не в этом они взяли просто сроки перенесли охоты и на ноябрь сначала и вроде как охота открыта а в ноябре медведи еще гуляют вот и поэтому а теперь до нового года сделали вы правы на вот ну я не говорю она разрешена охота на берлоге и и никто не запрещал если вы хотите пожалуйста охотитесь нашли берлогу вас есть лицензия на медведя отстреливать его и это не будет нарушением никакого законодательства я к этому отношусь абсолютно спокойно я считаю что всякие охоты должны быть и на берлоге и на кротов вы понимаете и прочее 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 с капканами и капканы и охота с луками охота вы поймите что я всегда за здравомыслие а не вот за такую ерунду которая сегодня творится в нашем охотничьем хозяйстве и вопрос алексея семенова алексей получит журнал охотничий с моей подписью новогодний двенадцатый номер вот алексей пожалуйста напишите здесь под видео ваш адрес где вы чего находитесь мы вам с удовольствием все вышли вот почему сейчас я зачитаю здравствуй петрович я провалил тест у психолога на продление разрешения на роха хотел повторно пройти но врачи не допустили сказали что повторно только через год законно ли это теперь придется сдать оружие вот уважаем алексей не знаю я не проходил тесты в ближайшее время я с содроганием представляю что мне придется проходить тест у меня там через три что ли года заканчивается оружие гладкое потом нарезное вот это вот это фуфло вот это вот вещи придуманные вот ну не хочу я никого оскорблять вы понимаете да я всегда за экономику россии за социалку за простоту жизни нашего населения наших людей вы понимаете все должно быть просто прозрачно и понятно ну провалил тест ну пришел через неделю пересдал подготовился какие вопросы дорогие охотники если вы знаете напишите мне алексею семёнову может меня слушают силовики разрешители я знаю что слушают знаю что многие мою ленту просматривают слушают значит мои ответы на вопросы законно ли это или незаконно честно не хочу копаться в законодательной базе надоело уже ну вот вы знаете ответьте пожалуйста алексею мне я вам буду благодарен мне будет приятно правильный грамотный профессиональный ответ сошлитесь там на какую-то законодательную базу на какой-то приказ минздрава значит дорогие господа не еще раз всех с наступающим новым годом я всегда рядом с вами пока и силы здоровья есть у меня такие моменты плюнуть на все закрыть убежать потому что с охоты у меня все отлично меня вообще никаких проблем с этим нет как вы понимаете после нового года опять еду на охоту все увидите в ленте потом у меня весь февраль я на охотах провожу фестивали приготовил кучу подарков призов для людей вот все это опять же вы увидите буду отвечать на ваши вопросы в этом году уже 62 года должно быть в двадцать третьем я имею виду вот но сила пока охотовический есть спасибо всем за понимание приятно разговаривать здравомыслящими людьми всех тех кто плюет в сторону олега петровича прошу этого не делать мне абсолютно на это наплевать я вас баню вы понимаете и вас просто не будет рядом с нами с нами с этими как бы сказать грамотными профессиональными людьми с этими вот охотниками которые переживают за природу родины за наше охотниче хозяйство за наш животный мир и стараются что-то делать положительное для всего то что я по стариковски на вас бурчу но иногда просто раздражает надоедает вы понимаете мне все говорят петрович как ты всю эту хрень выдерживаешь надо ли тебе это вопрос если не я то кто спасибо большое еще раз за понимание всех с наступающим вот ну и увидимся уже в следующем году то есть через вот спасибо друзья следующем году увидимся